Всем привет! С вами Автогода и, знаете, мы не успели вам еще показать все ролики про Alivan X3 Pro, как компания презентует сразу две новых модели – X6 Pro и S6 Pro. Помогайте оценивать в комментах, смотрим! Если вы смотрели наши выпуски Alivan X3 Pro, то, возможно, вспомните, что я сравнивал их как бы с придворным тюнинг-отелье автогиганта. История продолжается. В этот раз мы смотрим на Geely Vision X6 или же M-Grant X7. С той лишь разницей, что автомобиль мощно затюнен. Первым взглянем на X6 Pro с фронтальной части – ну просто бруталище. Выглядит очень дорого, мощно и как будто там что-то очень серьезное под капотом. Я даже не вспомню сейчас, у кого я видел настолько большую решетку. Причем формы рубленные, строгие и в оптике, и в бампере. Нравится. К задней части вопросов не случилось. Выглядит так же монументально, как и спереди. Оптика диодная, стильно подчеркивающая ширину кузова. И вообще все элементы тут очень крупные. Один только спойлер чего стоит. Большущий. Кратко о технических характеристиках. Мотор турбовый, полтора литра. Мощность 147 и 180 сил. Крутящий момент 270 и 290 ньютон-метров. Привод передний, робот 7 ступеней. И вообще тут все довольно стандартно. По галоритам можно сравнить с Тигуаном, например. Теперь взглянем, что зацепило в салоне. Отличный дизайн. Рубленные формы мониторов, подстаканников, детали интерьера. Все смотрится очень гармонично. Такой гармонии я не смог найти в X3 Pro. А тут все хорошо. Второй ряд просторный. Будет удобно как загрузить его чем-то, так и большой семьей куда-нибудь гонять. Спинки, конечно, складываются. И получается багажник 1200 литров. С разложенными креслами багажник 354 литра. Ну что, кто там жаловался, что седанов мало? Кроссоверы одни. Вот Ливен пытается это исправить. Вторая представленная модель S6 Pro. Это перелицованный Geely M Grand L. И внешние изменения ему очень к лицу. Посмотрев на кроссовера седан, уже можно сделать вывод о корпоративном стиле. Теперь X3 Pro даже немного выбивается из линейки. Дизайн динамичный и спортивный. Тут, как и в кроссовере, широченная решетка радиатора с горизонтальными линиями. И, конечно, стоит выделить многосоставной сложный бампер, где боковые части сделаны, как будто это развитые воздухозаборники. Классно. И, конечно, в такой дизайн отлично вписываются довольно узкие фары головного света. А сбоку он выглядит гармоничнее, чем X6 Pro. Линии кузова отлично прорисованы. Но особое впечатление о себе оставляют 17-дюймовые литые диски. Такого дизайна я еще не видел. Очень интересно смотрится. Задняя часть удивила не только фонарями, но и необычной линией бампера. Линия спойлера параллелится с линией бампера. И все это соединено вот такой треугольной гранью, что добавляет динамичности этому образу. Думаю, я уже знаю, в каком стиле будет выполнен салон. Проверим. Да, все верно. Общий с X6 Pro. Формы те же, рубленые и строгие. Этакий бизнес-стиль. Хотя ковши в салоне говорят об обратном. Обеспечивают не только удобную посадку за рулем, но и достойную боковую поддержку. Да и выглядит тут все просто супер. С эргономикой я проблем не нашел. Комплектации будет три. Comfort, Luxury и Flexion. Цены от и до, вы видите на экране, комплектации различаются в целом только форсировкой мотора. Но подробнее обязательно смотрите на официальном сайте. Мотор такой же, как в X6 Pro. Бензиновый, турбовый, полтора литра. Мощность 147 и 180 лошадиных сил. Крутящий момент 270 и 290 ньютон-метров. Также передний привод и также робот 7 ступеней. Главная боль всех седанов это багажник. Но тут он, кстати, хороший. 418 литров. Ну, на этом пока все. Если хотите подробные обзоры, обязательно пишите нам в комментариях. Подробнее рассмотрим эти два автомобиля. Всем пока.